вот у нас сегодня пошел 32 день жизни поросяток взвешивал вчера позавчера взвешивал было уже 9 килограмм в поросенке вес как раз месячном возрасте он должен быть где-то в районе 9 мамочка дай я посмотрю где-то убери свою жопу видите у нас сейчас утренний моцион травы травы рыжик иди отсюда иди покушай это последние у нас зерно пришло последние поросятка ее первых четырех уже забрали три дня назад цена была 900 гривен по 900 гривен забрали я хочу сказать поросятки заметил такую особенность видно так везде чем старше свинка тем больше и крупнее лучше поросятки ну как бы она уже профессиональная мамочка у нас думал раньше оставлял смотрите вот это же смотреть это же какой-то молодец поросятки отличный кушать из глазы хотел сказать не хочется отдавать нет отдавать хочется чтобы у людей не росли не болели все было классно завтра я договорился он там попросили их нету транспорта и мне от работы там пять километров буквально проехаться чтобы завести надо поэтому я их завтра закину сегодня уже у них последний день дембель мама у вас будет отдыхать потому что от мамы уже один скелет остался можно так сказать поросятки молодцы набрали нужный вес в нужный срок свинки чуть-чуть по помельче чем мы кабанчики чип хрячки ничего не догонят свинка она так бы есть немного помельче девочки по хвост грызанул кто-то ей нынче я думаю это не смертельно что еще вот в принципе смотрите хочу подвести итог по ценам по деньгам свиноматка за порос даже не очень большой порос это 8 поросяток было 7 200 денег принесла при этом хочу вас заверить она как бы съедает сколько она съедает но за этих полгода она съела грубо говоря ну я не знаю может килограмм 200 кормов это просто дырти ну когда было комбикорм дело когда дырт неприхотливая в уже в возрасте нормальном очень неприхотливая единственное да я им постоянно дают траву в качестве как бы витамины лучше они тогда и лучше едят и меньше едят и как-то у них вот все происходит гораздо приятнее остальные получают какую-то дополнительную не просто на зерне сидят и аппетит лучше становится в общем грубо говоря чистыми у меня там вышло даже за этих полгода с этих поросят ну проделок 6000 точно это при условиях всего 8 опросилась мы как бы не очень много но при том все равно это нормально денежка если посчитать что вот она успеет два раза так сделать а вот эта свиноматка у меня она настолько безотказная настолько хорошая что она успеет на и два с половиной раза да у нее вот строго 4 месяца она супоросная ходит месяц с поросятками неделя пять дней без поросяток покрываем пошел опять месяц нету нахлёстов она очень очень молодец короче при этом она и кормит их хорошо сама я вообще если честно я вот когда она просилась не присутствует что-то там не было у меня где-то есть там видео не было просто него возможности она сама их привела там все я только место выбросил на утро и все тоже как бы очень вот у меня перватка сейчас будет проситься вот-вот должна на днях я там уже окситоцином запасся иглами и шпыльцами вот буду ловить смотреть как у нее пойдет и если она будет нормально без проблем на будем оставлять если будут проблемы будут выбраковывать эту не будем выбраковывать это будет у меня жить еще долго я вам поспрашивал у меня теща работала всю жизнь на свинарнике еще в советские времена так она говорит у них свиньи были по полтонны по тонну они там по пять по семь лет свиноматок держали но если свиноматка была нормальная шоу не давила поросят вела себя хорошо соответственно они очень надолго оставляли до душа и стала скелер по поводу веса она его поднаберет в процессе когда будет уже пузатая когда пузатая не лучше вес набирают да и времени будем тратить на выгона взрослая уже нормально если она не упадет ничего с ней не будет все будет классно опять же подсилочка у нас этот самый до бактерии они не дают возможность и ну бетона немало такой всей ну как бы никаких отрицательных нету все положительный эффект только везде все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго